Лазерсон Я очень люблю еду, в которой много лука. Я думаю, что вы тоже ничего против лука не имеете. Я сегодня вам покажу, друзья, свой любимый луковый пирог, который я готовлю уже много лет, а привез я его от таких странных людей, которые живут в Америке, называются амиши. Но об этом чуть позже. Оно очевидно, что главный герой сегодня лук, я поэтому сейчас возьму много лука. Лука будет много. Я буду долго плакать от него. Но ничего не поделаешь. Луковые все блюда, конечно же, жестокие в том смысле, что слишком много приходится плакать, много лука приходится нарезать. Но сейчас как-то будем с этим справляться. Будем мочить нож, мочить доску, чтобы меньше лук воздействовал на мои честные глаза. Я вам расскажу немного про амиши. Это такие люди, они потомки европейских переселенцев, которые оказались в Штатах. Голландцы, немцы. Это не религия, это такая странная философия, жизни амиши. Они там не признают электричество, они носят специальную одежду. В общем, у них такая своя жизнь, они живут обособлено. Ну и так далее. Вы захотите, можете изучить это. Слава богу, сейчас возможностей много. Моя задача сегодня еда, собственно, а не их философия. Потому что еда, это такая общечеловеческая ценность, и этим все сказано. Значит, я сейчас возьму вот такую вот большую атомную сковородку и начну ее нагревать, чтобы не терять время. Вот так. Это лук. Я сейчас намочу доску, чтобы мне меньше в глаза било. То есть, когда все влажное, тогда меньше вот эти все ароматы идут в воздух, они растворяются в воде. Вот я сейчас намочу доску. Но я не буду этим ножом резать, я буду вот этим ножом резать. Вот так. Тогда мне лук в меньшей степени будет на глаза воздействовать. Ну что ж, я сейчас лук буду нарезать. И я буду постепенно его, собственно говоря, сваливать в сковородку. Пусть он здесь подпекается себе. Я, собственно, так весьма вольготно сейчас нарезаю лук, весьма произвольно. Как Бог пошлет, так я его и нарезаю. Ну, лишь бы как-то нарезать его. Потому что я его буду достаточно сильно растушивать. Поскольку, ну, вся луковая еда должна быть из хорошо приготовленного лука, естественно. Поэтому лук всегда предварительно готовят. Прежде чем превратить его в начинку там или во что-то еще. Вот, видите, много лука. Много лука. Ну, я теперь могу, пока суд доделал, возьму немножко сливочного масла. И положу в сковородку кусочек сливочного масла. Не кусочек, а кусок. Потому что лук очень любит, и лук очень любит сливочное масло. И сейчас лук будет здесь потихоньку томиться. Могу сюда дать щепотку обычного сахара. Тогда карамелизация лука пойдет удачнее. Вот так. И продолжу нарезать лук. Вот так. Вот так. Вот. Это будет нормальное. Вот еще половинку, и мне достаточно будет. Я вижу это по количеству. вот он лук. Это уже будет лишнее. Доску я сейчас сполосну, чтобы мне в глаза все-таки от нее не било. Все. Самая противная работа окончена. Я сейчас возьму еще одну сковородку. Нагревать ее тоже, естественно, буду сразу. И на ней, знаете, что буду греть? Мак. Вот обычный мак. Я сейчас прогрею мак. Мак будет вкуснее, когда он прогрет. От лучок томиться начинает уже. Вот сейчас я его разочек уже перемешаю. Я даже для лучшего размягчения лука накрою его крышкой. Луковый пирог, конечно, предполагает изготовление теста. Ну, какой пирог без теста. Поэтому я сейчас займусь приготовлением теста. Я просто вынужден пользоваться весами, потому что здесь рецепт предполагает очень четкое выдерживание пропорций, чтобы получилось правильное тесто. Вот мак потихонечку начал прогреваться. Значит, прежде всего я возьму миску от миксера и сюда взвешу 280 граммов сливочного масла. Я, причем, масло буду нарезать небольшими фрагментами. Я бы сказал вот такими небольшими кубиками. 280 грамм. То есть здесь будет изрядная доза. Масло, но вы ее не бойтесь. При луке все это происходит очень и очень незаметно. У меня уже масло сейчас 200 граммов. Вот так. Вот, ровно 280 граммов. Мак прогрелся. Я выключаю эту конфорку. Пусть пока лучок тушится, я частично уже так крышечку приоткрою, но частично пусть будет закрыт. Значит, я в тесто, я сюда в масло сразу добавлю столовую ложку сахара. Здесь примерно столовая ложка. Естественно, немного соли. Теперь я сюда добавлю кукурузную муку. Почти 60 граммов. Вот кукурузная мука. В Америке популярна кукурузная мука. Поэтому вот так. И основная масса муки у меня будет 450 граммов обычная белая мука. Ставлю весы на ноль и даю 450. Есть. Вот сдачу возьму. вот так. И теперь я перемешаю все это. Из этого теста, конечно, не получится. Получится у меня такая, знаете ли, крошка пока. потихонечку. Потихонечку масло перемешивается с мукой в крошку. Я не забуду добавить разрыхлитель. тесто. И я не забываю птицей. Тесто чтобы не забыть про него. Ну и теперь очевидно, что это тесто нужно как-то соединить, чтобы оно становилось похожим на тесто. Сейчас я чуть-чуть усилию обороты. И теперь возьму три яйца. Потому что эти яйца пойдут в тесто. Они будут тесто сейчас мне соединять. Одно яйцо, второе яйцо. Третье яйцо. Но это еще не все, потому что эти яйца мне все равно тесто не соединят. Я сейчас подожду, пока машина хорошенько все здесь размешает. Остановлю, помогу. Сниму сейчас с венчиком тесто, чтобы было все здесь более однородно. Лопаткой сейчас помогу себе немного. Вот тесто уже становится гораздо более влажным. И оно уже имеет тенденцию собираться в ком. И включаю опять машину. Я, то есть, бегаю между тестом и луком. Вот лук совсем подсох, здесь уже совсем нет жидкости, видите, на дне сковородки. Сок уже луковый испарился. И сейчас лук начнет потихоньку-потихоньку прижариваться. И вот он уже видно, он такой размягчается, размягчается и размягчается. Тесто ведет себя неплохо. Я пока процесс остановлю. И теперь я добавлю в тесто 175 миллилитров молока. Вот здесь, ну, понимаете, что нужно все-таки соблюдать пропорции. Поэтому я сейчас взвешиваю молоко или отмерю молоко и налью. Внежу, и машина уже все будет в дальнейшем перемешивать. Сейчас я отмерю нужное количество молока. Возьму миску. 175. Вот ноль. Вот так. Есть. Аккуратно. Волью сюда молоко. И тихонечко включу машину. Сейчас тесто уже будет лучше соединяться из-за молока. Ну вот, уже есть какие-то наметки образования теста. Сейчас я почищу венчики. Потому что здесь тесто более густая, его часть забивается. Поэтому мы сейчас сделаем, чтобы венчиком было свободнее и проще работать. И тесто, чтобы было абсолютно однородным. Оно такое, получается, знаете ли, вязкое тесто. Поэтому миксеру порой надо помогать. Без этого никак. Я опять бегу к луку. Вот карамелизация уже пошла. Лук все лучше и лучше. Все больше и больше становится таким карамелизованным. Видите уже, как меняется его цвет? Он начинает темнеть. И я что-то с ним сделаю дальше. Вот тесто уже мне нравится. Вязкое тесто. На вшине тяжело сейчас работает. Сейчас я опять подниму машину. Свезем. Вот такое тесто, видите, липкое. Вязкое тесто. Свезем тесто сейчас вниз. Сгоню сейчас тесто вниз. И уже потом поработаю с ним лопаткой. Венчики уже устали работать. Венчики я уберу в раковину. Посмотрите, какой красивый становится лук. И вот теперь, когда появились такие прижарки, я сейчас добавлю в сковородку немного воды. Тогда цвет лука будет более равномерным. Цвет начнет распределяться хорошенько. Вот так я сделаю несколько раз. Вот это очень важная история работы с луком. Поджарился, налей воды. Испарилась вода. Опять дай луку немножко поджариться. И так он будет становиться все более темным, темным и темным. Все более карамельным, карамельным и карамельным. Вот это как раз то, ради чего я затеял весь этот длительный процесс. Вот сейчас опять жидкость будет испаряться. А я уже уберу отсюда ложку. Уберу молоко. И с помощью лопатки немного сейчас еще перемешаю тесто. Вот у меня силиконовая лопатка есть. Вот это вязкое тесто. Я сейчас немножко взбодрю. Со стенок буду собирать его. Ну, оно нормальное. Оно сейчас абсолютно уже однородное. Вот такое масляное вязкое тесто. И я сейчас буду спокойно-спокойно себе дорабатывать лук. Сейчас опять жидкость испарится. И я буду продолжать работать с луком. Ну, примерно на этом этапе я могу уже добавить мак. В лук. Мак используется в лук. Это фишка, между прочим. Потому что вот такая вот история. Я не знаю, где еще используется мак. Тушится с луком. Или лук тушится с маком. То есть такой маково-луковый пирог. Это закусочный пирог, ребята. Он не будет сладким. В тесте есть сахар. В луке тоже есть сахар. Но все равно это не десерт. Это такой нормальный, сытный пирог, который употребляется, ну, например, на завтрак. Почему нет там? Или в обед. То есть это абсолютно полноценная еда. Хотя она может служить неким гарниром какой-то другой еде. Теперь я добавлю еще некоторые ингредиенты. Я возьму черный перец. Для аромата. Черный перчик всегда неплох. В закусочную еду. Я возьму немного сладкой паприки. Это порошок сладкой паприки, который тоже не вредит луку. И сейчас все вместе. Это будет растушиваться дальше. Это моя главная начинка. Я обычно делаю так. Я обычно беру, вырезаю круг. Ну, как мне вырезать круг? Из бумаги. Вот я вырезаю из бумаги квадрат. Опять же, так примерно, по ощущениям. Квадрат. Ну, вы сами знаете, как из квадрата сделать круг, да? Я складываю вот так вот в четыре раза пергаментную бумагу. Потом на угол. Потом еще раз на угол. Потом еще раз на угол. И обрезаю, как там всякие снежинки делают на Новый год. У меня получается достаточно ровненький. Да, хороший круг. И я его вот так вот просто-напросто утапливаю в форму. Но я заведомо сделал круг большего диаметра, чтобы он мне, видите, и бортики закрыл тоже. Ну, тут получается такая аппетитная складочка. Ну, это нормально. Посмотрите на лук. Он опять начинает прижариваться, потому что он уже потерял опять ту жидкость, которую я в него влил. Ну, и вот пусть все прижариваются. Я сейчас его попробую. Нужно посолить. Мак очень хорошо сейчас дает хороший вкус. Я сейчас лук посолю. И сейчас немножко мы его прижарим теперь со всех сторон. И опять немного воды нальем. Вот это будет начиночка. Во, какая. Ну, что ж. Теперь вот это вот вязкое тесто сейчас пойдет в форму. Я, естественно, это тесто сейчас по дну формы разровняю. Я это буду делать, знаете как? Я это буду делать своей трудовой рукой. Но надо же намочить в руку, чтобы к руке не приставало тесто. Я намочу руку. Я даже возьму с собой воду. Возьму с собой миску, плесну воды. И прямо здесь намочу руку. Вот так я сейчас намочу руку и, чтобы к руке не приставало тесто, вот я его распределяю по дну формы. Видите, у меня рука, ну, практически чистая, немножко там что-то на ней оседает. Я вот еще взял тесто. Поглажу его вот так вот нежно. Такой очень домашний, вы знаете, пирог. Вы увидите здесь, в чем дело. Он не наш, конечно. Не наш пирог, но, может быть, в этом и есть его прелесть. Но очень такой домашний, такой вот кандовый. Потому что вот амиши, они такие все люди очень ценящие домашний очаг. Они такие все хозяйственные. У них такие женщины очень такие заботливые, что ли. Но это особенные люди. Вот, и поэтому вот я очень тепло отношусь к ним. Их продукты, между прочим, которые они выращивают на своих фермах, всегда дороже, чем продукты с других каких-то ферм. Их в Америке ценят как очень хороших ферм. Я очень люблю амишевскую кукурузу. Бывают такие вот, едешь по району, где они живут, у них шикарные кукурузные поля. Так и хочется выйти из машины и своровать одну-другую кукурузину. Но приходится покупать неприлично как-то. Заливка. Значит, в эту заливку я положу следующее. Я сейчас нагрею немного сливочного масла. Я вот так прямо сейчас чашку поставлю в лук, чтобы она нагревалась у меня. И вот сюда положу маленький кусочек, ну, небольшой кусочек сливочного масла, чтобы она растопилась. Это чтобы сэкономить, так сказать, место там и не... Значит, сливочное масло. Вот в эту миску я положу сметану. У меня есть сметана. Она такая не холодная. Я заранее ее достал из холодильника. Вот такое доброе количество сметаны. Я немножко в эту сметану дам соли. Вот так. И положу туда два яйца сырых. Интересная штука, правда? Еще одна фракция пирога. Я сейчас достану хороший венчик. И венчиком аккуратненько это перемешаю. Сметанно-яичная такая заливка. Вот. Ну, пока еще заливка не готова, потому что у меня не растопилась. Сливочное масло. Вот сейчас оно растопится. А лучок опять теряет ту воду, которую я в него добавил. Он уже очень мягкий. Он уже готов к употреблению, этот лук, между прочим. Он уже полностью, так сказать, удобоварим. Но мы все равно его еще будем подвергать дополнительной обработке за счет того, что мы будем пирог в целом запекать в духовке. Значит, духовка у меня, друзья, сейчас будет разогрета до 100%. 180 градусов. Вот это температура для выпечки такого лукового пирога с заливкой. Вылью растопившееся масло сюда. И пусть еще маслица немножко растопится. Вы понимаете, что эта заливка будет схватываться за счет яиц. Она будет спекаться, как омлет. Вот в чем здесь, так сказать, смысл пирога. Я сейчас поставлю пустой противень. Причем я люблю поставить противень в духовку наоборот, вот этой стороной вверх, потому что, ну, тогда форма будет стоять, бортики не будут ей мешать. То есть я противень ставлю наоборот в духовку. Пусть он там нагреется, это только лучше будет. И сейчас я помогу маслу растопиться. Растопиться. Все, масло растоплено. Заливка готова. Масляно-сметанное. Ну что ж, поехали. Вот пошла луковая начинка. Или, если хотите, луковая верхушка. Разравниваю теперь по тесту луковую верхушку. И, так сказать, не дрог души рукой. Заливаю. Вот она сейчас будет проходить немного сквозь лук, эта масса. И, естественно, она будет все это спекать. Вот так вот. Луковая история. Все. Теперь в духовку минут 40. Не меньше 30, во всяком случае. Нужно следить за этим пирогом. Тогда его можно будет уже есть. 40 минут уже стоит луковый пирог в духовке. Я вам напомню, друзья, что в форме находится такое масляное тесто. Наверху находится растушенный, растомленный, карамелизованный лук с некоторыми специями и с маком. А сверху все это залито сметанно-яичной такой вот жижей. Омлетный. Все это вместе сейчас запеклось уже в духовке. И я с трепетом открываю духовку и приношу сюда это чудо. Где у меня прихватка? Посмотрите на цвет. Как? Такого цвета не бывает в природе. Я очень доволен этим пирогом. Значит, я сейчас форму открою. Тогда она будет лучше остывать. Пирог, вот посмотрите. Я открыл форму. Вот бумага хорошо удерживает пирог. Но я сейчас бумагу уже вот так вот посмотрите-ка. Какая получилась красота. Я лично очень доволен результатом. Друзья, я сегодня вам отдал один из своих самых любимых рецептов луковый пирог. Горячий луковый пирог. Так что пользуйтесь, а я буду за вас радоваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»